Всем привет. Сегодня ситуация, когда не обязательно расходиться левыми бортами. Сейчас выходим из зоны трафика Квитсо и ВТС. Видим, что судно 7 симфоний изменило курс влево. Мы изменили тоже курс влево на наш новый курс, 161 градусов. Я его, можно сказать, вынудил изменить курс влево. То есть у нас где-то 10 минут 3 мили оставалось до расхождения. Он меня не вызывал. Я смотрел, что курс был на 25 градусов. Ну и он все-таки решился изменить курс влево. Ну естественно, я как бы мониторил ситуацию. Если там еще пару кабель-то прошли мы, я бы уже его сам позвал. Сказал, что не против он, чтобы мы разошлись правыми бортами. Но так как решил он сам, соответственно, вопрос сам собой отпал. Так что так вот едем дальше. И по поводу того, что редко стали ролики именно по расхождению появляться. На самом деле все ситуации, которые возникают в море по расхождению, в принципе, они типичны. И можно вообще свой канал просто забить этими видосами. Но ничего, с другой стороны, хорошего тоже в этом нет. Потому что если вы будете учиться по моим видео, как расходиться, то это будет не совсем правильно. Я и так уже больше 20 видео вроде как где-то примерно выложил именно по расхождениям. Я думаю, что этого вполне достаточно. Будут появляться какие-то прям очень интересные ситуации. Конечно же, я не забуду включить свой телефон и замониторить это дело. Ведь мы штурмонасты, как художники, рисуем каждый как умеет. У каждого своя психика, у каждого свое понимание той или иной ситуации. Поэтому кто как поступил, это можно бесконечно обсуждать, спорить и так далее. Поэтому я к чему говорю и еще раз повторяюсь, что это не нужно делать так, как именно я делаю. В любом случае, вы сам себе хозяин. Тем более, если вы уже добрались до мостика, стали вахтенным помощником, решайте сами, как вам поступать правильно, нарушать где-то или не нарушать. Лично ваше тело. Самое главное в нашей работе, это выходить на вахту, отдохнувшими, нормально спать. Одна из небольших проблем, ну как из-за, из больших проблем, что некоторые штурмонасты просто не высыпаются перед вахтами, то есть, какими-то делами занимаются постоянно там, да. Ну это, как правило, у многих так. Бог-то перед ночной вахтой поспят там часик. У меня у самого бывает такой сбой, там, ну может быть, раз в две недели. То есть, реально, как бы даже не могу уснуть и прихожу на вахту, не спавшим. Но это только значит о том, что ты не устал. Если ты устаешь реально, ты будешь спать перед вахтой. И зато ты уже, когда отмучился, вахту отстоял, да, свою бессонную, выходишь уже и сразу просто вырубаешься в 4 утра. Вот. Ну я стараюсь себя учить именно тому, чтобы хотя бы часа полтора-два поспать перед вахтой. И тогда она пролетает очень быстро. Вот. Вообще, поначалу начинал еще, было сложно, в плане чего. В плане того, что ты все время думаешь, что побыстрее бы уже вахта закончилась, идти спать. Мой вам совет, самое простое, чтобы быстро вахта летела, не думать о том, что вы хотите спать. И, ну, или заниматься какими-то делами. Никогда не думайте, не смотрите на время каждые 5 минут. Это, вам время надо только точку поставить, да, там, в зависимости от того, когда вы ставите. Ну, некоторые в судах ставили на каждый час точку. Вот, этот момент только наблюдать. Но не каждые 5 минут думать, чтобы быстрее, быстрее вахта прошла. Ну, у меня вот поначалу такое было. Для меня мучительно действительно и долго шла вахта. Поэтому потом со временем уже привык и все нормализовалось. Такие дела. Сама по себе работа вахтинным помощником, она достаточно интересная. Я вообще очень был рад, когда я все-таки ушел с палубы и стал нести вахту, да, управлять судном. Я уже, как-то, начал себя чувствовать по-другому, совершенно наслаждаться работой. Последние у меня там два контракта матросом. То есть я реально уже мучился просто. Меня это так уже доставала, эта работа именно. Ну, понятно, что она там разная, да, но вот это все постоянно там что-то. Ковыряться где-то, чтобы красить, там, отбивать державчину. Это достаточно такое интересное. Хотя и сейчас я продолжаю работать иногда, да, там, что-то где-то защищать. Именно по своему заведованию, вот, без проблем, как-то, да. Но это не каждый день, а каждый день это, блин, вообще для будущего штурмана, конечно, мучительное дело. Вот, вот, 8 лет, да, матросам отпахал. Так получилось. Ну, у всех по-разному. Тут вообще контракт с матросом ходит, и сразу штурмана пробивается. Кому как, везет, наверное, да. Вот, у кого-то связи есть, кто-то где-то забашляет. Мне, в принципе, ни о чем не жалею, что столько лет шел к этому. Поэтому. Считаю, что все должно быть так, как запланировано Господом Богом. Но не нужно никогда, да, спешить наверх. Какую-то должность. Ну, сейчас, допустим, у меня диплом старшего помощника, но, тем не менее, я пока не спешу. Я думаю, еще контракт 2 точно сделаю штурманом вторым. А дальше уже будем двигаться. Ну, ладно, это все лирика. Немножко информации вам, да, так, может быть, полезной она кому-то будет. Ну, пора заканчивать. Я думаю, еще с вами увидимся в других роликах. Оценивайте. Все, пока. Да.